Всем привет! И сегодня у нас на обзоре Execue Alpha. Портативная мультимедийная консоль, способна проигрывать 16, 8 и 32-битные игры. Экран 3 дюйма, 320 на 240 пикселей, встроенная фото-видеокамера. Игры поддерживают форматы Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy обычный, NES, Sega Mega Drive, Super Nintendo и, собственно, другие. Форматы видео, форматы аудио, также можно использовать ее как электронную книгу формата TXT. Есть диктофон и радио. Встроенная память 4 гигабайта. Расширить память можно карточкой microSD объемом до 8 гигабайт. Больший объем я не проверял. Аккумулятор написан 1200. Время работы более 5 часов. Интерфейс USB 2.0. Также есть выход на телевизор в формате PAL и NTS VEST 174 грамма. Красиво оформленная коробка. Стоит она 1790 в разных магазинах. Цена может колебаться, доходя даже до 2000 рублей. Если где-то кому-то в подарок. Давайте посмотрим ее комплектацию. И внутри у нас обнаруживается сама консоль. Сыкаю на пленке, я уже снял. У меня консоль черного цвета. Знаете, вот этот некрасивый. Тоже снимем. Ну, чуть позже о ней. Дальше у нас в комплекте кабель USB, mini USB. На micro еще не перешли. Зарядное устройство. Аудио-видео кабель для подключения к телевизору. И в белом пакете фирменные наушники, которые можно сразу выкинуть. Больше в коробке ничего нету, кроме инструкции. Хорошо запрятанной. Естественно, на русском языке. Настройки, языки. Подключение к телевизору, комплектация. Также есть гарантийный талон. Что ж, покупалась данная консоль как портативная игрушка, к которой можно где-нибудь в дороге поиграть. Небо она компактная. Не всегда удобно таскать самой 7-дюймовые планшеты. Давайте быстренько посмотрим по разъемам. На верхнем торце у нас вход под наушники. Выход аудио-видео для подключения к телевизору. И mini USB разъем. Два шифта. Слева у нас ничего нет. Снизу у нас только на правой торце кнопка Reset для сброса в случае зависания. И справа торца у нас вставляется карточка. Сразу скажу, сделано на конструктивной особенности. Если без карточки поверхность ровная, то когда вы вставляете карточку, она слегка выпирает из корпуса. И получается вот такой угол. Можно случайно задеть и вытащить, допустим, когда вы будете играть. Спереди у нас микрофон, аналоговый стик, кнопки управления, кнопки AB, XY. В новых версиях эти кнопки заменены на надпись EXEQ, как и на всех последних консолях этого производителя. Как вы все знаете, альфа на самом деле это GXD300. Просто вот EXEQ взяли и вышли на рынок со своим брендом. Также спереди кнопка включения, выключения консоли, кнопки Start и Select, индикатор включения и индикатор зарядки. Когда вы заряжаете, он загорается желтым, если не изменяет мне память. На заднем торце у нас находится камера. На самом деле там 0,3 мегапикселя и навряд ли стоит снимать серийный номер, информация о встроенной памяти, ну и другие опознавательные знаки. Давайте включим ее. Вполне для библиотеки карты 8 гигабайт вполне хватит. для игр и SEGA, и DENDI, любимых. Ну что ж, первый пункт, минимум игры. Самое главное дальше. Фильмы. Ничего нету. Музыка. Рисунки, фотографии. Если у вас что-то там есть, то заходите сюда. Электронные книги, фотоаппарат, как я уже говорил, что лучше не снимать с этой камеры, потому что снимки получаются замыленными. Ну, 0,3 мегапикселя середина 2000-х годов бюджетные телефоны. Диктофон, календарь, будильник, настройки. и проводник, соответственно, по внутренней памяти. Единственный минус, радиоприемник. Без наушников он не работает. Самым главным недостатком, которого я считаю, нельзя использовать одновременно внутреннюю память и память карты памяти. Нам все время приходится заходить в опции и переключаться на внутреннюю память и карту памяти. Причем, когда вы переходите на карточку SD, все занято, свободно. Ставите рабочее пространство, сверху появляется галочка, что используется карта памяти. Возвращаемся. Потому что тут вроде бы как что-то было. С покупкой вам дают 100 встроенных игр формата Game Boy Advance. Хотя почему-то по факту 42 Game Boy Advance, 32 игры с Dendy, 2 игры с Sega и 24 игры с Super Nintendo. По какому образу они их выбирали, я не знаю, потому что не все игры корректно работают на данном устройстве. Видимо, даже просто не тестировали. Находясь в игре, вы нажимаете кнопку Power и, собственно, выходите в меню, где вы можете продолжить игру, либо выйти из нее, сохранить и запустить. Всего доступен один слот для сохранения. Также вы можете поменять звук клавишами вверх и вниз. Не заходя в меню, к сожалению, звук применять нельзя. Выйдем. Сейчас посмотрим фильм. Ну, нету тут ничего интересного. Ну, навряд ли кто-то будет смотреть здесь фильмы на таком разрешении. Качество тоже будет. Да и звук в наушниках не ахтим. Давайте снова включим карту памяти. Можно настроить автовыключение. Соотношение сторон. Информацию системе я прошивку не менял. Как она была здесь Exegue изначально так и она и стоит. На сайте Exegue прошивка та же самая. Никаких улучшений в эмуляторах я не увидел как они были на приемлемом уровне со скрипом играя какие-то игры. Так они собственно такими остались. Включаем карту памяти. Успешно возвращаемся в игры. Посмотрим игры с каждой консоли, которую да. Еще один косяк то что я подключил карту памяти захожу в игры как вы видите игр здесь нет. Чтобы открыть игры мне надо идти в проводник. Не знаю почему такой то ли файловая система то ли что. Вот в проводнике сразу находятся все игры которые закачаны здесь. Gameboy всегда со мной для самой идеальной слышите немножко даже Gameboy она воспроизводит с тормозами не знаю почему. Color также все идеально. На самом деле игр для Gameboy Advance она подходит идеально благодаря ее разрешению экрана не видно пикселей и наверное она является вот в этом плане полноценной заменой Gameboy такой Gameboy Color в свое время портировали на Color первую версию практически без всяких урезаний. Ну соответственно конечно палитра победнее здесь графика похуже мартышка переключается с Select и за вами не ходит. В свое время вторая часть на оригинальном Gameboy я проходил ее. Конечно там уровни слегка порезали. Ну кстати на черно-белом был свой Donkey Kong с другими уровнями с другой механикой. также для Color есть и третья часть но она просто раскрашена с Gameboy тут я не чувствую проседания давайте дальше посмотрим Дэнди естественно Чипа Дэйл моя любимая игра Ну Дэнди здесь идет идеально Чипашки Ниндзя Человек Джим пиратский к сожалению пиратские игры она не все съедает какие-то идут какие-то нет в этом плане андроид эмулятора намного уже превзошли всю эту систему ну а дальше начинается адовый кошмар Sega здесь трехкнопочное управление хотя на сайте производителя по-моему указано что 6 кнопок используется используется 3 из-за чего некоторые игры Mortal Kombat вы и так не поиграете потому что здесь слайдшоу начинается уже слышно по музыке что что-то здесь не так как вы видите играть конечно можно но это издевательство над собой давайте посмотрим где-то тут был Mortal Kombat если бы он еще запустился было бы вообще замечательно вертал не пойдет ну давайте комикзон ладно ну собственно мы жмем на шифты кнопка не используется и соответственно сверху кнопка X у нас отвечает за переключение предметов никаких никаких других кнопок задействовать к сожалению не удалось контр не запускается стандартно красный экран уже давайте посмотрим молодина очень удобно конечно играть нажимая кнопку X почему нельзя было реализовать допустим хотя бы вот эти первые три кнопки непонятно конечно играть можно ну а теперь давайте перейдем к супер ниндендо и конечно же мой любимый донки конк так так портатива для меня важно что правильно чтобы donkey kong запускался к сожалению эта версия не предназначена для вашего региона все игры я тестирую сразу по donkey kong ибо для меня это идеал и не как бы хочется проходить его на портативе тут уже и так видно что все очень печально так бегать шустонько на самом деле проседание заметно конечно что картинка не гладко идет но ведь могло быть хуже кнопки работают давайте посмотрим еще червяк джим я думаю этого будет достаточно чтобы сделать представление консоли тоже не всегда идеально эмулируется вот еще одни ровки опять же конечно не играбельно но насколько будет ребенка комфортно вот такая вот экзекью альфа я думаю на этом можно закончить всем спасибо и всем пока